МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, я предлагаю посмотреть небольшое информдосье. Городская больница имени Ухтомского. Ежедневно здесь десятки человек получают необходимое лечение. Среди пациентов много и тех, кому требуется оперативное вмешательство. Римма Рыгованная поступила сюда, в хирургическое отделение, с диагнозом тромбов-лебит. Вдруг у меня это с вены сразу все воспалились. Получился такой клубочек, конгломерат просто. Я, конечно, сначала как-то... Ну, я испугалась. В больнице обнаружили тромб, который вот-вот мог оторваться. Хирург сразу вынес свой вердикт. Глянув сразу, ложится немедленно. Анатолий Иванович Уханов спас ей жизнь, признается женщина. Хирург сделал срочную операцию по перевязке вен в паховой области. Именно они несут кровь к жизненно важным органам – сердцу и легким. Хирург классный. И им все очень довольны. В детстве и юности Анатолий Иванович мечтал о звездной профессии. Хотел стать астрономом. Звезды считать, смотреть телескоп. Но, как говорится, судьба распорядилась иначе. Я еще не думал врачом быть, а у меня была встреча с одним мужчиной таким высокоразвитым. Он дай мне руки, посмотрел мне руки и сказал, ты будешь хирургом. Все точки над ИРа ставила болезнь родного брата. Анатолию Ивановичу пришлось пойти учиться в медицинский, чтобы получить профессию и попытаться вылечить родного человека. И даже учась в институте, Уханов рассматривал какую угодно специальность, но только не хирургическую. Пришел молодой человек. В то время я работала врачом-физиотерапевтом в этой же уже больнице. Он обращал внимание на себя своей пытливостью, своей напористостью в характере и своей квалификационной характеристикой. Понимаете, человек, было видно, что пришел неравнодушный к медицине и очень любящий хирургию. Активная деятельность, неутомимый поиск, желание сделать районное здравоохранение лучше и качественней выводят Анатолия Ивановича на дорогу общественной деятельности. Он становится депутатом городского совета депутатов, возглавляет постоянную депутатскую комиссию по экономике, финансам и по бюджету. Благодаря стараниям Уханова в больнице Ухтомского в декабре 2010 года появляется новая аппаратура – рентген и УЗИ-аппарат. Теперь все операции можно будет делать под непосредственным контролем этого оборудования, что дает возможность сократить время инвазивного вмешательства в среднем в 4 раза. Кроме того, под диагностический комплекс приобретен и новый рентгенопрозрачный операционный стол. Если раньше мы делали все вслепую, ну, подумаем, прикидываем, попытаемся, попали, не попали там в очаг, часто бывало и не попадали. Здесь у нас используется современная аппаратура, и мы под рентген-контролем, под УЗИ-контролем будем делать вмешательства. Это позволит увеличить объем вмешательств, расширить мини-инвазивные вмешательства. Это без больших операций, которые мы в основном делаем. И, естественно, это будет переносить с пациентами легче. Анатолий Иванович, а теперь непосредственно к вопросам. Давайте начнем с общего, что касается вашей профессиональной деятельности, хотя она, по сути, пресекается с деятельностью депутата Совета депутатов. Что на сегодняшний день, по вашей оценке, представляет хирургия Либеретского района? Хирургия Либеретского района еще держится на достойном уровне. У нас есть масса проблем своеобразных в хирургии, но мы их решаем. Хирургическая служба представлена в трех больницах стационарные. Это Красковская больница, ЛРБ номер один, ЛРБ номер два. И в составе ее наша больница, в составе ЛРБ номер два, стационарная больница Ухтомска. То есть, вот это хирургическая служба, которая курирует все вопросы хирургии Либеретского района. Конечно же, для хирурга большое значение имеет опыт, руки, но без оборудования не обойтись. Каким хирургическим оборудованием сегодня оснащена больница? Что касается ЛРБ номер два, оснащение современное. У нас оба стационара, и стационар номер один, и наш стационар номер два, обеспечены видеокомплексами, видеоноскопическими. Делаются операции мини-инвазивные. В составе отделения есть рентгеновское оборудование, хорошее, современное, закупленное при помощи администрации и депутатов несколько лет назад. Это ЦДУГА рентгеновский, ультразвуковой аппарат для операционной, при помощи которых мы сейчас уже делаем современные операции мини-инвазивные под рентген-контрольным, ультразвуковым контролем. Смотрите, отвечая на первый вопрос, вы сказали, еще хирургия района держится на достойном уровне. Вот это еще, расшифруйте, пожалуйста. Расшифровать-то несложно, ведь работу решают кадры. Кадры в основном воспитаны в советские годы, в настоящий момент выпускаются из институтов со знаниями достаточно низкими, в основном теоретическими. Если раньше практически мы могли обучаться на базах, получать знания, опыт, то сейчас это достаточно проблематично. А в чем проблема? Нет преемственности между институтами, университетами и больницами? Или просто вот эта связь, она прервана? Ну, связь как-то прервана, да. Образование какое-то другое стало, я считаю. Но вы как практик с огромным опытом, да, и как депутат, в чем видите основную суть проблемы и причину проблемы? Проблема больше не в высшем звене, да, хирургическом. Если хирургов на современном этапе достаточно наплодили, их много, выпускают институты, знания достаточно поверхностные, практических знаний маловато у многих. Но их вполне достаточно хирургов, и можно выбрать, и научиться, и делать там все. Это не проблема. Основная проблема в хирургической службе – это средний и младший медицинский персонал. Все это связано с заработной платой. Вы сами понимаете, если рядом Москва, где зарплата в 2-3 раза выше, естественно, сестры, которые их отучил, вот операционный сестер отучил, они выучились, поработали года три, получили знания, получили опыт и ушли работать в московскую больницу. У нас 15-я горбольница, на кадрах которых мы научили, работает операционный блок. А это их надо научить, год надо с ними заниматься, чтобы они хоть что-то понимали в санитарии, в гигиене, в операциях. Понимаете, это сложно. Сестра должна быть квалифицированная в хирургии. А идет отток кадров. Ну, это как бы политика, я понимаю, что от нас это не зависит. К сожалению, ни от депутатов, ни от городских властей. Зависит это от многих факторов государственных. Ну, если эти вопросы будут решаться, и я думаю, они будут со следующего года все-таки решаться, потому что пройдет опять реформа здравоохранения. И если выровняется уровень зарплаты среднего и младшего персонала в Москве и области, тогда, я думаю, и квалифицированные кадры, и младшие, и средние, и высшее звено будет в области работать по месту жительства. Потому что живут в Люберцах, а ездят на работу в Москву. А он может выровняться этот уровень, на ваш взгляд, по информации, которая есть у вас? По такой предварительной информации? Да, да, предварительная информация имеется, да, что когда пройдет реформа, то есть у нас будет Министерство здравоохранения, которое, да, будет подчиняться областные и городские, как было в Советском Союзе. Тогда и зарплата приблизительно будет, хотя дотации, я думаю, Москва будет все равно давать здравоохранению. А у нас бюджет не настолько сильный, чтобы помогать здравоохранению, образованию. Но какое-то все-таки выравнивание возможно, я думаю. И возвращаемся к вопросу оснащения технического. Да, опять же, вот вы говорили, было бы финансирование, мы сделаем то, что, может быть, и Западу не снилось. Ну, в хорошем смысле. Модернизация здравоохранения, та самая программа, о которой много говорят в последнее время. Помогает ли она решать проблемы на местах? И что, собственно, было сделано за последнее время в рамках действия этой программы? Вы знаете, по городу, возможно, большие были получены дивиденды какие-то, оборудование. Ну, по хирургии, вот я еще раз говорю, мы получили в стационары, получили вот ультразвуковой скальпер, вот сейчас закупили, сейчас видеоэндоскопическую стойку закупаем, потому что износ идет в стойку. Закупается, да, планируется закупка там цедуги дополнительной, это рентгеновского аппарата. А пока модернизация шла только в поликлиническом звене. И поликлиники, насколько я знаю, многие оборудовали достаточно серьезно. И сейчас я знаю, что Виктор Николаевич Юдаев прорабатывает вопрос о приобретении в плане модернизации и компьютерного томографа бюджетного, который будет работать на больнице бесплатно, и ЯМРТ-томограф, и ЯМРТ-резонансного томографа. Эта проблема есть, они потихонечку решаются. – Опять же, если говорить о кадрах, да, вот постоянно мы варьируем техническое оснащение, персонал, да, насколько сегодня социально защищены медицинские работники? Вы, как человек-практикующий хирург, да, и как главный хирург района, и заведующий хирургическим отделением, знаете об этом не понаслышке. Вроде бы зарплату недавно повысили, а как вот на самом деле? – Ну, зарплата достаточно низкая, я еще раз говорю, она не соответствует как у педагогов, так и у врачей, она и у сестер, санитарок, она достаточно на низком уровне, все работают за двоих, за троих. Вы понимаете, чтобы получить зарплату, надо работать за двоих или за троих, и сестре, и врачу, и санитарке. То есть выполнять, да, в счет интенсификации работу других отсутствующих людей. Тогда еще какая-то зарплата получается приличная. Без этого, ну, это во всей Московской области, это не только в Люберецком районе, это касается, а если взять регионы подальше, у них, я думаю, еще более тоскливо. У нас еще более-менее, мы все-таки близко к Москве, и финансы какие-то выделяют, и премии платят. Поэтому мы еще более-менее держимся. А в отдалении возьмите, там и больницы закрывают, и поликлиники закрывают, и работать некуда, все уезжают, разъезжаются. То есть это проблема государственная. А социальная защищенность, ну, у нас нет специальной программы социальной защищенности врачей, сестер, санитарок. Они получают все, да, социальные льготы, которые положены любому гражданину Российской Федерации. Дополнительно вот с жильем еще немножко, да, вот с этого года, с того года, немножко, да, появились квартиры у нас, государственные наймы, да, и руководство идет навстречу администрации Люберецкого района. Мы же относимся юридически к Люберецкому району, не городу. Уделяют большое внимание, выделяют жилье для врачей, для сестер, которым необходимо служебное жилье. Пока человек работает, он живет в этом жилье, в этой квартире. Если он уходит, то квартира передается другому человеку, который придет на его место. Теперь вопрос к вам, как к депутату, Совета депутатов города Люберцы. Насколько, собственно, Совет помогает решать проблемы здравоохранения на местном уровне? Ну, наш городской совет, это отношение к здравоохранению, он не имеет, поскольку это компетенция района, согласно Федеральному закону. Но, тем не менее, вы как депутат, да, но тем не менее, да, депутатский корпус помогает. Вот я еще раз говорю, что благодаря, в общем-то, Совету депутатов города, совместной работе с районом, приобрели, вот я уже говорил, ЦДГУ рентгеновский аппарат для мини-инвазивных, ультразвуковой аппарат для мини-инвазивных технологий. То есть, работа ведется, Совет депутатов идет навстречу медицине, а все понимают, что это же здоровье людей, это, да, качественное оказание помощи, это ведет к выздоровлению, правильно? А если нету ничего и работать нечем, ну, о каком помощи может идти разговор? А вот то оборудование, о котором вы сейчас упомянули в очередной раз, оно очень важно в вашей работе? Конечно, вот, это очень важное оборудование, если мы раньше должны были делать большие операции, мы сейчас под ультразвуковым рентгеновским контролем со специальным инструментарием делаем эти операции, и человек вместо того, чтобы лежать там две недели, с таким швом там, да, выписывается там через неделю, там через три дня, четыре, там зависит от того, какая патология, и насколько возможно это решить вопрос при помощи мини-инвазивных технологий. И это современно, это во всем мире практикуется, и у нас в том числе. Если говорить о бюджете города на предстоящий 2013 год, вы можете отметить какие-то сложности в его формировании? Ну, на 2013 год бюджет еще не формировался, он только на этапе начала обсуждения. Вот буквально на последней комиссии нашей бюджетной мы приняли решение о том, что, да, создать комиссию, в которую войдут там 5-6 человек депутатов с администрацией, да, с экономистами, бухгалтерами. И мы будем постатейно, постатейно рассматривать бюджет, потому что это процесс не одного дня, это не одного заседания, предварительно идет, да, потому что бюджет же он не резиновый, и финансы ограничены, а каждому хочется получить дополнительные бюджетные средства на то или иной вид деятельности. И мы все эти вещи рассматриваем, оцениваем. Если нас убеждают люди, что им это надо, мы идем навстречу, стараемся идти, потому что всех не удовлетворишь. Бывают ситуации, когда и вроде хочется помочь, а финансов-то нету, значит, надо или там делать одно дело, или другое. То есть мы в зависимости от того поступаем, насколько это важно для людей нашего города и для нашего города в целом. Мы ориентируемся на соседа, как бы, Москву, да, и стремимся, чтобы у нас было, по крайней мере, не хуже, чем там, и вы видите, аллеи, да, там у нас сделаны, дорожки сделаны, да, на Октябрьском проспекте. И Лайон Петрович большое внимание этому уделяет Ружицкий, он к нам обращается, чтобы и мы помогали, и администрация работает достаточно сильно, чтобы, конечно, это проспекты выглядел, Октябрьский проспект выглядел нормально. И мне повезло, что у меня, да, рядом с Октябрьским проспектом мой округ, поэтому там более-менее финансирование идет, ремонт идет. Что-то достается. Да, и Кирово вот отремонтировали. Хорошо, помимо этой глобальной в рамках округа проблемы, какие еще есть и с чем обращаются жители-чащиеся? Да, проблем-то да. Наиболее вот такие часто встречающиеся. Ну, вы знаете, в основном-то обращаются, да, вот по благоустройству, кто-то с вами личными там какими-то вопросами, ну, они мелкие-то эти вопросы, я даже не хочу на них застряться. А такие глобальные, конечно же, люди хотят жить хорошо, площадки иметь детские, понимаете, хотят, чтобы красиво территория была благоустроенная. Это же каждый человек хочет этого, и естественно, что все люди, да, пытаются свой дворик благоустроить. Дети многие, да, ребята обращаются по спортивным площадкам, чтобы там вот в негодности там сделать, там сделать. Антон Иванович, а вот за прошедшее лето, пока было тепло, пока позволяли условия погодные, да, и природные, много удалось сделать в плане хотя бы тех же самых площадок, детских, спортивных? А, ну, слава богу, сейчас вот начали выделять средства на это, ведь у нас и не было предусмотрено, как бы в свое время, когда понастроили спортивные площадки, а дальше вроде как и потерялись и забыли, что за ними же надо ухаживать, они же приходят в негодность, где-то что-то сломалось, где-то что-то отвалилось. Должен быть хозяин. Должен быть хозяин, который должен за этим следить, это же целое хозяйство сейчас, у нас целое хозяйство тех детских спортивных площадок, и туда нужны деньги, вот к вопросу о бюджете, туда нужны деньги. Мы будем бороться за то, чтобы деньги были выделены, чтобы площадки эти ремонтировались, чтобы они заливались катком, понимаете, чтобы это все, да, чтобы дети не накрыло там качелями, как в некоторых это бывает, чтобы не упали они. Безопасность. Должен быть хозяин. Если нет хозяина, то идет все, разваливается все. Антон Иванович, в ваш округ входит и школу номер 6. Удается ли помогать этому образовательному учреждению? Я стараюсь обращать внимание на все школы, не только школу номер 6, но как бы как директор просит, так мы и стараемся, и я в том числе стараюсь помочь. Вот в настоящий момент в этом году, и у нас большая радость, мы с моим коллегой Денисом Владимировичем Ерченко проработали вопрос финансирования, и нашли спонсоров, которые помогли, нашли человека, который выполнит работу, и построили там спортивную площадку. Хорошая спортивная площадка сейчас построена на территории 6-й школы, там будут наши учащиеся из 6-й школы заниматься, и плюс мы планируем там проводить соревнования между школами. У меня 43-я, у него 4-я школа на округе, у меня 43-я, 6-я, и вот мы между ними запланировали уже, вот сейчас будем встречаться с директорами школ, чтобы выделить финансы на призы, и постараемся провести какой-нибудь турнир между классами этих школ. Это интересно, мне кажется, и детям будет интересно. И я думаю, что Маймед Кискинш нам поможет, и зимой мы зальем эту площадку, и будет каток в школе 6-й, поэтому как бы, да, постараемся помогать. Круглогодичная площадка, очень хорошо. И в завершении нашего диалога давайте напомним телезрителям место и время приема жителей по вашему округу. Я последнюю среду принимаю в больницу свою, в Томске, в своем кабинете. Пожалуйста, пусть приходят. Каждую последнюю среду, в месяц? Каждую последнюю среду, в месяц, да. Время приема? Время приема с 2 часов до 18 часов. Ну, могут и в другое время приходить, если какие-то экстренные проблемы, ничего, могут приходить. На территории больницы РБ-2, стационар 2, у Томского больницы, там на третий этаж хирургической отделения. Антон Леонидович, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня участником открытого диалога был главный хирург Люберецкого района, депутат Совета депутатов города Люберцы и заведующий хирургическим отделением Люберецкой районной больницы номер 2 Анатолий Иванович Уханов. С вами был открытый диалог. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин